Октябрьская революция Добрый гость, сегодняшний день, это праздник особенный, Елизавета Александровна Бобровникова сегодня отмечает свой день рождения, ей тоже 90 лет. Елизавета Александровна, здравствуйте, сложно поверить, сложно поверить. Эти цветы и поздравления вам, от нас, от ваших учеников, и вообще от тех, кто знает, что в Благовещенске есть такая замечательная учительница, такой замечательный человек вы. Скажите, пожалуйста, на самом ли деле вы родились в один день революции? Или просто так в паспорте записали? Нет, я родилась по старому стилю 25 октября, так у меня, а по новому 7 ноября. То есть вот правда, правда? Да, правда, это все дата. А где вы родились? В Иркутске, в городе Иркутск. А как судьба Благовещенск забросила? А как судьба забросила? Ну, вы знаете, вот этот 28-й год, первые репрессии были, и родители были высланы в Амурскую область, как раз на станцию Руша. Но вместе с ними мы. А вот кто были ваши родители? Родители, вообще-то, семья у нас очень большая, 12 человек детей, так, я по счету десятая. И вот родители еще до моего появления на свет, еще когда мало было детей, мать работала классной дамой в школе. То есть корни были оттуда учительские? Да. А тогда же не было вот этих классных руководителей, я был преподаватель отдельно, а существовали классные дамы. Она была классной дамой. Но когда стали появляться дети, она уже не работала, была в нашу бытность, она была просто домохозяйкой. А отец работал, был служащим. Два слова хочу буквально сказать нашим зрителям. Вот Елизавета Александровна всю жизнь проработала в школе, я права, да? Да, да, да. Всю жизнь проработала в школе, и сейчас работает. Елизавета Александровна ведет математику в седьмом классе. В восьмом. В восьмом? В восьмом, ну это... Ну это правда. То есть у вас полная нагрузка в классе. Я работаю, да, полная нагрузка, да. Алгебра, геометрия. Алгебра, геометрия, да еще и приходится замещать в старших классах. А, то есть кто болеет, вы вместо них. Болееет это только... Меня, наверное, поэтому и держишься только на замену. Вы знаете, мне кажется, что вы и пятая школа абсолютно, для меня, по крайней мере, абсолютно неразделимы. Потому что у вас учился мой отец, у вас училась... Я училась чуть-чуть, мой брат, мой сын. Все поколения моей семьи, насколько я могу вспомнить, учились у вас. Да, и горю ее учились. И таких семей полуговещенской, наверное, много. Полуговещенская, наверное, у вас переучилась. Да, это верно. Выпусков было, наверное, я уж не помню так, но больше 10, наверное, было выпусков. А как вы относитесь к тому, что у вас ученики и учителя, наверное, точно, и родители Баба Лизы? Баба зовут. Нормально относится? Не обижаетесь? Нет. Вы знаете, это уже 41 год пошёл, как меня зовут Баба Лиза. А пошло это с того, что мы жили во дворе школы, и родился первый внук. Ему был годик. И зачем-то дочка ключи нужно было взять или что-то, она зашла в школу с ним и спросила, где. А ей сказали, помните, пятый кабинет математики был? Я ей говорю, да она в пятом кабинете ведёт уроки. Он подошёл к двери, открыл дверь, я его доски объясняю. И он закричал, Баба Лиза, а ребятам дайся. И началось, да? И началось. Ну, родители, они стеснялись называть. А дома приходили, Баба Лизу называли. И мне как-то родители на родительском собрании говорят, Елизавета Александровна, а вы знаете, что вас ребята Баба Лиза зовут? Я говорю, ну и что особенного? Я Баба, у меня внук родился, я ещё горжусь этим даже. До сих пор они так стали. А это район сохранился. Всё это передаётся. Передаётся. Я однажды пришла замещать, пятый класс, по-моему. Значит, пришла и представилась. Говорю, ребята, пока учитель болеет, я буду вас замещать. И зовут меня Елизавета Александровна. А один сидит и шепчет соседу, это Баба Лиза. А я так услышала, и подхожу, и говорю. А он аж перепугался. Я говорю, что ты шепчешь? Я говорю, действительно, Баба Лиза? А он, знаете, потом говорит, откуда ты знаешь? А мой дедушка у вас учился. Ну, так вот. Мой дедушка у вас очень представляет. И сейчас у меня есть ученики, даже в восьмом классе, у которых дед учился у меня. Потому что район-то в основном сохранился. Вот вы знаете, я вот удивляюсь вашему оптимизму, жизнелюбию и вашей силе жизненной. Я знаю, что, по-моему, могу наврать, но, по-моему, несколько лет назад вы ещё возили ребят своих, да, школьников. Вы ещё возили в Питер, по-моему, как руководитель группы. Как руководитель группы я возила ребят в Астрахани, в Волгоград, в Киев возила, в Ленинград, как раньше, теперь в Санкт-Петербург, в Москву несколько раз возила. Вот скажите, вот в чём ваш секрет? Вот многие, даже молодые учителя, в школе работать не могут или сложно, нервы постоянные, ученики вот всё время не такие, родители тем более, денег не платят. А у вас всё нормально, почему? Вы знаете, работать в школе, это надо, прежде всего, любить детей. Знать свой предмет. Вот это основное. И любить детей. А давайте про детей. Вот смотрите, вот выросло несколько поколений, да, детей, которых вы учили. Дедушка мой у вас учился, да? Ну да, учился, да. Дети же меняются, и люди меняются. Вот они сейчас какие? Они другие? Они не такие, как были раньше? Ваши первые выпуски. Так, конечно, изменились дети. Дело в том, что они стали немного более такие раскованные сейчас. Их надо теперь собирать, а то мы их слишком распустили. Это одно. А так, в отношении учёбы, я бы и так сказала, и раньше были лодыри и хорошие ребята. И сейчас есть дети, которые стремятся и учатся, а есть дети, которые не желают учиться. Но дело в том, что я не обвиняю нисколько детей. Дети остаются детьми. Большие или маленькие, они всё равно дети. Я вот хотела бы отметить, что изменились родители. Вот раньше родители относились более серьёзно к воспитанию своих детей и к обучению. На родительские собрания приходили полностью. Помню, ну один-два человека не придёт. Или вот раньше мы убирали классы самостоятельно. Вечером, особенно вторая смена, убирали. И родители придут, чтобы встретить, помогут. В младших классах мы ещё их учили, как тряпку выжимать, да всё. И родители придут, как-то были заинтересованы. А сейчас, вы знаете, очень редко родители в школу посещают. Но вы и родителей воспитываете, по-моему. Да, и родителей приходится воспитывать. Потому что, ну и родителей обвинять, что жизнь такая стала. За многие-многие годы, да, которые вы работаете в школе... Вот, кстати, всё время пятая школа, да? Всё время? Нет, я работала 12 лет во второй школе. После окончания института в 1939 году мне дали направление во вторую школу. Я там работала 12 лет. А потом, когда построили пятую школу, нас прямо классом перевели и с тех пор, и в пятой, это с 54-го, 53-го. То есть у вас в трудовой книжке две записи? Да, две записи. Ну, есть там одна запись небольшая, в девятом школе я работала. Среди девочек. Значит, три записи в трудовой книжке. Да, но дело в том, что с девочками гораздо сложнее работать, чем с мальчиками. А что так? Да. Почему? С мальчишками как-то проще договориться. И как-то... Если они... Если они разборка у них какая-то, так они помимо школы. А в школе они прямо идеальны. А девчонки то пищи, то на меня тоже... Как-то сложнее. А выгнать из класса за что можете? За что выгнать из класса? Ну... Честно. Честно. Если он мешает работать всему классу. Не мне. Я всегда говорю, мне ты не мешаешь. Я своё дело знаю, объясняю, но ты понимаешь, ты мешаешь слушать другим. Так вот, чтобы не мешал слушать, пожалуйста, пойдём. Скажите, а вы всех своих учеников помните? Ну, вот, ну, всех нельзя, да? Всех нельзя помнить, конечно. Так, когда я встречаюсь, и он, смотрю, облик там надели, он скажет фамилии, там уже вспоминаешь. А так, конечно, сложно. Но многих помню, которых часто встречаюсь. Скажите, а вот за годы своей работы вы, наверное, все возможные регалии учительские собрали? Что только есть? Ну, есть. Да, у меня... Я отличник народного посвящения, заслуженный учитель. Ну, и там всякие... А эти уже ветераны, ветераны войны. И у меня есть за доблестный струк, и за что-то нет. То есть медали все подряд из Ваня. Медали, да, да, да. А вот говорят, что ещё вот в книгу рекорд... Вот такая ходит, такая байка, да, среди бывших учеников пятой школы. Вы знаете, наша баба Лиза даже в книгу рекордов может попасть. Потому что вот нет больше таких в России, наверное, работающих учителей в 90 лет. Правда? Да, пожалуй, что сейчас не найти, наверное. Вот. У меня тут получилось небольшое... Так, я же имела грант, Соровский грант получала. Ну, и перед тем, как получить Соровский грант, в Комсомольской правде был целый список, и был заголовок «Лучший член России». И вот я попала в этот список, а потом вот получила Соровский грант здесь. Ну, конечно, я отработала в 68 лет, в 69 год. Это, конечно, стаж. У кого такой стаж? А на пенсию собираетесь, Елизавета Александровна? Нет, не собираюсь на пенсию. Я не... Я сам... Меня не страшит там... Я не чувствую возраста, понимаешь, Элла? Вы знаете, что меня поразило? Вот в нашем вчерашнем телефонном разговоре, да, когда вы сказали, во сколько, во сколько мы записываемся, ага, я ещё с утра за фотографиями в школу сбегаю. Да. Вот после этой фразы всё. То есть вы меня сразили просто на повал. Я поняла, что вы на пенсию не уйдёте. Да нет, вот, конечно. И у меня вот другой раз вот и думаю, что же мне делать дома, если я уйду из школы. Вот в чём тайна? Вот люди, я не знаю, люди уже и в 30 лет начинают ныть. Жизнь интересная, там, да, работа трудная, денег нету вечно. Вот, и в чём? А вы вот, понимаете, как бы и выглядите прекрасно, и работаете хорошо, и сил у вас полно. Дело в том, я не знаю, по-моему, это, знаете, гены. У меня вот все наши, мои родные братья и сёстры, они все умирали за 90-е, за 90-е. Это, по-видимому, гены сказываются. Специальным спортом я не занималась. А мы знаем секрет из Завида Александровны. Она неисправимая оптимистка. Да, это точно. И ничего не принимает близко к сердцу. Это правда? Да. Мне один мой ученик когда-то говорил, что, Елизавета Александровна, если ты желаешь долго прожить, во-первых, люби себя, уважай окружающих, и не обращай внимания на всё, что сейчас происходит у нас в стране. Всё равно ты не поможешь, не исправишь, ты не в силах всё это исправить. Поэтому принимай как есть. И я этому придерживаюсь. Здорово. Я вас благодарю. Я вами восхищаюсь. Я вам желаю здоровья, оптимизма ещё долгих-долгих-долгих лет. И обязательно работайте. Это была программа «Простые вопросы». И моя гостья сегодня легендарная женщина, абсолютная ровесница Октября, учитель 5-й Благовещенской школы Елизавета Александровна Бобровникова. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова